Привет зритель! Ставим лайк и поехали! Казалось бы выстирать белье в стиральной машинке задача для первоклассника, но на самом деле и тут у каждого есть свои секреты и хитрости. Опытные хозяйки, например, забрасывают в барабан 3-4 шерстяных мотка размером с теннисный мяч и одним махом решают сразу несколько насущных проблем. Во-первых, при стирке с такими шариками можно не добавлять специальный кондиционер для белья. Средство это не из бюджетных, да и дополнительная химия организму не нужна. И окружающей природе тоже. Шарики смягчают и ароматизируют вещи. Во-вторых, белье, выстиранное с такими шариками, сохнет в два раза быстрее. Шарики вращаются в барабане, образуя пустоты. Белье обдувается со всех сторон во время отжима. В результате влаги в нем остается значительно меньше. Особенно чувствуется облегчение зимой, когда одежда сохнет очень долго. Таким образом можно существенно ускорить процесс. В-третьих, такие шарики выполняют роль антистатика. Вещи не будут биться током, искрить и прилипать после стирки, даже если вы забудете их обработать специальными средствами. Такие шерстяные шарики уже запустили в массовое производство, но делать их проще простого. Так что не обязательно искать готовое. Возьмите моток пряжи, можно распустить старый свитер, дешевые колготки и акриловую нить. Чтобы из пряжи получился шарик, намотайте нить 20 раз вокруг пальцев, как показано на фотографии. Затем снимите моточек с пальцев, продолжайте наматывать нитку, но уже в другом направлении, тоже 20 раз. Чередуйте до тех пор, пока ваш моточек не будет размером с теннисный мяч. Обрежьте нитку и спрячьте ее вовнутрь мотка. Следующий шаг – поместить получившиеся моточки в капроновые колготки или чулки. В машинку одновременно нужно поместить 3-4 мотка шерсти, такое количество вам и нужно изготовить. Затем положите их в один чулок, фиксируя каждой акриловой ниткой. Шерстяная с задачей не справится. Теперь эту гирлянду остается только заложить в стиральную машину вместе с грязными вещами. Чтобы выстиранная одежда пахла приятно, на шарик можно капнуть несколько капель эфирного масла, а только после этого закладывать его в чулок. Результат стирки будет превосходным, не хуже чем с применением кондиционера. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.